Здравствуйте, товарищи! Аудитория достаточно разношесная. И сначала я прошу всех не огорчаться, что нас здесь не очень много, потому что, как вы сказали, по всей Москве проходят различные мероприятия, различные оппозиции. Я сам сюда вылез из президиума форума левых сил и по дороге на съезд к левому фронту. Еще много-много политических организаций занимаются в настоящий момент вот той самой самоорганизацией. Потому что, если говорить о выборах, ну помните, как вы лодку назовете, так она и поплывет. И когда Савянин объявлял выборы, он сказал, что, чтобы не мешать выборам, я снимаю с себя обязанности мэра, чтобы не давить ни на кого, и так далее. А уже к вечеру того же дня он уселся в свое собственное кресло в качестве временно исполняющего обязанности самого себя. Ну, понимаете, если что-то начинается так, то оно так и продолжается. Как оно продолжилось? А продолжилось оно так, что все допущенные к выборам кандидаты были поддержаны одной партией, партией Единая Россия. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, даже Мельников. И тот получил 18 голосов от депутатов Единой России, потому что депутаты-коммунисты, многие, в этом партии отказывались принимать участие. И в итоге мы имели однопартийные выборы, категорически запрещенные, между прочим, по нашей же Конституции. Однако все об этом как-то забывают, что выборы были однопартийными и еще очень циничными. Потому что ни один кандидат не выступил от той партии, которая его поддержала. Даже Собянин, он же один из руководителей Единой России, руководитель московского отделения Единой России, а шел как самовыдвиженец. Это, мне кажется, это довольно цинично. После таких фортелей идти на выборы, прекрасно зная, какой будет результат, а какой результат знали все прекрасно, и никто же не ошибся. Ну, идти на эти выборы было довольно глупо. Но что делать? Возникает вполне резонный вопрос. Ну, не идти на выборы, а что делать? Я начал с политической самоорганизации. А политика у нас в стране, к сожалению, много-много лет номенклатурна. Номенклатурна она даже до советской власти. Ну, а в советское время, вы знаете, чтобы занять любую руководящую должность, надо было получить согласование в Центральном комитете, в городском комитете, в районном. Ну, сейчас ЦК нет, но его роль взяла на себя администрация президента, отчасти администрации губернаторские. И все происходит точно так же. Власть назначает себе и руководителей всех звеньев, и руководителей средств массовой информации, и бизнес. И точно так же власть назначает себе и оппозицию. В 90-е годы она назначила себе Зюганова, Жириновского. Чуть позже появилась «Справедливая Россия». Проект оказался неудачным. Вот сейчас точно так же назначили себе товарищ Навального. Вчера приходят сообщения, Путин собирается встречаться с деятелями несистемной оппозиции. В оппозиции себе он хочет видеть Ксюшу Савчак. В оппозиции себе он хочет видеть Рыжкова Владимира, который, извините, тоже никого особо не представляет. В оппозиции себе он хочет видеть Гудкова-старшего, который только что занял на выборах в Московской области даже не второе, а третье место, выступая как бы ото всей оппозиции. Вот так. Поэтому, дорогие друзья, дорогие товарищи, перед нами-то картина ясна. И вывод из нее, что нам делать, следует очень простой. Нужна реальная политика. Реальная политика снизу. Люди группами, для начала группами, должны объединяться. Поэтому не надо смущаться, что вот здесь сегодня народ не очень много и в других местах не очень много. Ничего. Был такой непревзойденный специалист по революции Владимир Ильич Ленин, который говорил, что для того, чтобы объединиться, надо сначала качественно размежеваться. Относиться можно к нему по-разному. А специалист в области революции был непревзойденный. Так что всем я вам и нам желаю основательно заняться политикой снизу. Иначе политика сверху нами очень уж и так сильно занимается. Спасибо. 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 Спасибо.